вот вы знаете чем мне больше всего нравится англия то что у нее погода меняется просто вот в одночасье посмотрите что случилось поднялся ветер налетели тучи океан заволновался температура упала вот так погода знаете как мое настроение меняется моментально в ту и в другую сторону независимо ни от чего вот вы знаете так интересно все пары у нас кругом и конечно же сегодня мой рассказ для вас друзья будет опять об отношениях мужчин и женщин ну куда же нам без этого друзья в любом возрасте все равно мужчина и женщина это две половинки одного целого они должны быть вместе вот такая посмотрите здесь красота вот такая толпа и вот здесь у них всегда полно людей потому что самая дешевая пиво да и еда тоже самая дешевая пожалуй вот видите сколько здесь у нас мужчин и все холостые свободные не все конечно но большинство наверное холостых свободных вот посмотрите какие сидят у нас тут красавчики такие секи и татуированные не очень у меня есть одна знакомая которая здесь постоянно знакомится с мужчинами ходит именно сюда заказывает все пиво и вот сидит очень долго тут одна пока к ней кто-нибудь не подсядет обязательно знакомится вот такие вот завязываются отношения уж не знаю какие но мужчин здесь как вы видите много это здесь у нас в центре райда такая красота вот она видите как выглядит а я хочу вам еще показать дальше здесь у нас сейчас на острове уайт как обычно в августе слет скутеристов опять видите вот они тут у нас голубчики красавчики в основном скутеристы и байкеры это же мужчины и вот некоторые женщины вот это вот две женщины англичанки непосредственно они решили сделать фотосессию себе на одном из скутеров который здесь припаркован скутер это не их видите напротив кафе как раз где сидят все эти замечательные мужчины и вот эти женщины посмотрите 60 плюс они и они вот такую фотосессию тут минут десять устраивают я тоже подошла их сфотографировать но а мужчины там напротив они просто все устремились смотреть на этих женщин и конечно же я вас уверяю что скорее всего они найдут точно так же там себе какого-то мужчину английского понимаете по разному тоже англичанки и выглядят и по разному ведут себя иногда даже вот так хочу поэтому вам показывать все эти моменты интересно может быть кто то скажет сплетни но видите это же жизнь я показываю вам не только рассказываю потому что я здесь гуляла долго я делала эту съемку я обратила внимание на этих двух женщин еще там в баре потом они пошли впереди меня потихонечку по улице и вот стали устраивать фотосессию а боже как интересно ну и почему бы и нет как говорится каждый как может так и пытается устроить свою личную жизнь когда на остров приезжает огромное количество мужчин многие из которых тоже свободные но может быть свободные на этот уикенд кто его знает смотря кто что ищет конечно ну а я то тоже сейчас продолжаю встречаться продолжая заниматься поиском мужчины как хотите к этому относитесь но тем не менее вот такой процесс у меня опять пошел и вот сейчас покажу вам одну историю которая как раз совершенно полная противоположность того что я показала с этими женщинами здесь вон видите шахматы и шашки огромные очень популярные тоже здесь у англичан они любят все делать на свежем воздухе и смотрите какой балдеж и вот так вот всегда я теряю замечательных кавалеров вот подошла разговаривать один старший который постарше он что-то мне сказал такое понимаете судя по всему как-то пошутил чтобы завязался разговор я как обычно просто немножко засмеялась подхихикнула сказала ей и потопталась потопталась он еще что-то сказал и я пошла потихонечку потому что то что он сказал я вообще абсолютно не поняла и вот представляете вот такой вот мой мерзкий английский язык он не дает мне шанса познакомиться с нормальными мужчинами вот один сидит еще тоже замечательно посмотрите скорее всего он с парой но все равно даже завязать какой-то разговор не получится не получится мне вот знаете мои русскоговорящие подруги знакомые особенно те которые там живут в России они все время говорят да что ж такое у вас там столько мужчин свободных почему же ты вот не можешь с ними как-то интересно поговорить ты же это умеешь увлечь рассказать что-то вот и понимаете ну невозможно объяснить что я могу поговорить конечно же на прекрасном любимом своем русском языке которым я владею в совершенстве думаю но говорить на английском когда я мало того что наполовину только понимаю собеседника а потом я еще и сказать то сама толком что-то красивое и интересное вряд ли могу ну и понимаете чем еще я могу увлечь вот англичанина к примеру да ну вот обидно даже я потом шла по берегу и думала ну вот такой приятный мужчина и видно было если вы обратили внимание что даже когда я подходила к ним они увидели издалека меня и стали там всяко знаете вытанцовывать какие-то такие по обратите внимание вот как обычно да увидели женщину немножко повыделывались потом стали со мной разговор заводить и что из этого вышло полный ноль я ничего не поняла но и они наверное в недоумении остались когда я побрела ничего им толком не ответив еще один чудесный маленький прудик даже наверное не прудик а фонтанчик такой давайте мы с вами посмотрим вы знаете иногда друзья я даже теряюсь как мне лучше для вас вести свои видео то ли мне просто снимать для вас вот такие вот красивые сюжеты а потом делать озвучку и рассказывать какие-то интересные случаи из своей жизни иногда мне наоборот хочется вот ходить и объяснять вам где именно что именно здесь у нас есть полюбуйтесь на вот эти лилии прекрасные и и а вообще если присмотреться то видно что здесь видите проволока такая даже не проволока а леска защищает эти красавицы лилии потому что уже здесь конечно же ходят утки их много здесь посмотрите поселились они здесь самое интересное что только вижу уток селезни почему то нет вот один селезень там обычно селезней больше так вот это специально вот такие лески чтобы они не лезли в воду все-таки этот пруд больше для красоты чтобы здесь росли кувшинки чтобы здесь плавали рыбы вон они рыбы если видите да вот они мелкие и крупные золотые рыбки и не пускают сюда уток хотя все равно видите вот утиные перья здесь немного испортили картину очень красиво все равно тем не менее вот так это смотрится покажу вам общий вид это здесь такой разбит парк садик вот у этого отеля вот этот отель огромный но я зашла с внутренней стороны со стороны дворика ну чтобы вам показать вот эту всю красоту и фонтанчик этот я не могу сказать что он прям такой красивый он наверное больше для релаксации вот этот звук воды сидеть рядом одно удовольствие вот вы знаете сейчас я уже в принципе привыкла к этим пожилым парам английским которые несмотря на то что уже еле ходят и очень пожилые тем не менее они разъезжают на шикарных автомобилях у них для этого конечно же есть деньги вот и они имеют наверное помимо денег еще и большое желание и вот посмотрите еще одна пара достаточно пожилые уже люди вот еще посмотрите красавчики женщина такая спортивного вида показывать не устаю во первых то что они всегда парами во вторых то что вы видите в любом возрасте они поддерживают себя в хорошей форме я почему все время как тут говорят по-английски on and on and on снова и снова и снова возвращаюсь вот к этой теме потому что я помню что я сама когда первый раз я познакомилась с рентоном моим мужем англичанином и он мне конечно же стал присылать фотографии как он здесь живет своих друзей себя как они отдыхают как они там на барбекю партии я тогда этого еще вообще не видела для меня было все в новинку все было очень интересно я смотрела эти фотографии рассматривала вы знаете просто очень тщательно каждую рассматривала чуть ли не под лупой мне было интересно во что одеты эти женщины англичанки что у них машинах вот что у них там кольца украшения какие и вообще была я поражена конечно их одежде что они несмотря на то что 70 плюс там в основном у него были знакомые они женщины были все в розовеньком в беленьком в шортиках в маечках так вот знаете очень очень было для меня тогда это непривычно сейчас конечно я уже к этому привыкла но тем не менее я продолжаю показывать это вам потому что скорее всего вы тоже как и я будете многому удивляться но больше всего знаете меня что всегда потрясает умиляет и просто удивляет даже вот я вам показала поиграли здесь эти мужчины шахматы и что вы думаете посмотрите они все поставили на место они все все за собой убрали вот пожалуйста готова шахматная доска для следующих отдыхающих вот здесь к сожалению шашки разбросаны кто-то наверное немного поступил не очень хорошо но вот это потрясающая вещь и еще конечно хочу обратить ваше внимание вот территория видите лавочки столики здесь сидят тоже люди отдыхают бывает приносят с собой еду вот как эта пара видите и посмотрите здесь ни одной бумажки ничего вообще нигде вы не увидите ничего не валяется ни стаканчика ни бутылки ничего мне кто-то знаете сказал когда я вот так обращала внимание что здесь у нас так чисто и замечательно и мне говорят так у вас же наверное убирают да конечно убирают как иначе убирают типа просто вы не видели никогда так вот я хочу сказать что не на убираешься такую огромную территорию нет здесь повторяю еще раз никто ничего не убирает это просто так и есть просто люди не мусорят или убирают сами за собой ну вот такой сегодня у меня обзор за неделю для вас пожалуйста не забудьте написать комментарий свое отношение к тому что я вам рассказала может быть что-то еще новое может быть у кого-то есть какие-то вопросы пожалуйста друзья пишите я все ваши комментарии читаю и по возможности пытаюсь на них отвечать пожалуйста ставьте лайки тем кому понравились мои видео и размышления пожалуйста берегите себя всем пока пока не забудьте Продолжение следует...